Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим опытом, дать вам два упражнения для облегчения терроризации и деперсонализации. Не забывайте, пожалуйста, что это всего лишь симптомы, да, и есть более глубинные причины, которые нужно решать. Итак, решать эти причины вам надо будет самостоятельно, но с помощью специалиста, психолога, либо психотерапевта обязательно найдите своего специалиста. Ну и чтобы разъяснить, что такое дироризация и деперсонализация, чтобы вы понимали, для чего вообще эти упражнения, да, Дироризация — это мир какой-то не такой, мир какой-то нереальный, как во сне, мозг какой-то тупой. Мир воспринимается каким-то игрушечным, ненастоящим, либо я это уже видел, либо я никогда это место не видел, то есть какое-то такое сомнение и как искажение, так сказать, реальности, да. Деперсонализация. Моё тело какое-то не такое, руки не мои, ноги не мои. Я рассказываю, что было лично у меня. Меня нет. Какие-то вот ощущения, что тела нет, да, не чувствую тело, сейчас исчезну, там, например, сейчас растворюсь, сейчас пропаду или уже пропала. То есть, ну, это уже, конечно, когда сильная усталость, когда долго не спишь, уже мозг конкретно защищается. В общем, непринятие мира, непринятие себя, симптомы могут быть самые разнообразные. Я рассказала то, что было конкретно у меня. Такое вот искажение. Вот. И не забываем, что это всего лишь симптом, да. Чем больше мы на нём зацикливаемся, тем более он будет расцветать. Ну, ничего не будет, но он будет, ну, это терзация, депрессионализация будет, и это достаточно неприятное ощущение. Это, наверное, самый мой ненавистный симптом из невроза. Не симптом, а симптомы. И тогда такое сильное ощущение, что вот, ну, это как какое-то сумасшествие. Начинаешь в себе сомневаться с помощью этих симптомов, потому что они какие-то непонятные, да. То есть они возникают не от сильной тревожности, от сильной тревоги начинает защита сразу. И эту деперсонализацию лично мне очень легко вызвать, да. Усилить сильно, преувеличить тревогу, так вот прям её раздуть, и всё. То есть эти состояния придут. Может, не сразу, но очень легко их вызвать. Также, заметьте, вот такой вот момент, что как только вы начинаете зацикливаться на этом симптоме, он почему-то начинает прогрессировать, да. Я очень часто ощущала, что меня нету, такое ощущение, зайдёшь куда-то в здание, меня нет. Сяду там, где большое окружение, меня нет. И вот это, чем больше я зацикливалась на этом симптоме, тем как-то вот оно сильнее прогрессировало, этот симптом или что. Но это, конечно, всего лишь симптом. То есть я его настолько раздувала, да, что было очень страшно и тревожно, ещё тревожно, ещё. А симптом-то растёт и растёт. Вот, и там паническая атака, и всё, нормальненько так. Так, ну, это, конечно, не способ выживания, да. И сейчас расскажу пару упражнений. Если я нахожусь дома, мои любимые такие упражнения, это залазить в ванную, ну, либо в душ, да, и начинать обливаться холодной водой, сразу я обливалась холодной, особенно вот ноги, вот где-то вот живот, потом где-то вот такие вот нежные места, да. Если обливаешь, ну, очень сильно чувствуешь, и начинаешь возвращаться к телу. То есть чувствуешь, как этот холод обливает, и потом переключаешь сразу горячую, опять холодную, горячую, холодную. И начинаешь чувствовать тело, приходишь в себя так, реальность, ага, холодная, горячая. Что я в этот момент чувствую? Я чувствую, как меня обливает холодная вода. Я выключаю холодную воду, я включаю горячую воду. Я чувствую, как после холодного, вот моё такое немножко замороженное тело чувствует горячую воду, да, такой вот сразу разогревчик, да, разогрев. Я ощущаю вот эти все моменты, что вокруг меня. Например, я включила в себя релаксирующую музыку, да, со звуками природы. Что я слышу? Я слышу, как на моём телефоне играет музыка. Какая? Звуки природы. Потом, что я ещё слышу от Ивана? Я слышу, как люди, моё окружение за дверью ходят, перемещаются. Там кто-то кашляет, кто-то разговаривает, кто-то ещё что-то. То есть живое, ну, какая-то вот живая энергия, живность, хотела сказать. Потом, то есть я прочувствую своё тело, что я вижу. Например, я вижу в ванной плитку. Какого она цвета? Я дотронусь до плитки. Какая она? Она холодная. Я уже так чётко знаю, потому что... Она холодная. Она какая? Она скользкая, да, немножечко си воды выпадет. Ну, как скользкая? Такая вот лаковая поверхность. Такая лаковая поверхность. Так, что я дальше? Я сейчас стою, например, в ванне. Я чувствую ногами в ванну. Она покрыта тоже таким лаковым, ну, как это сказать, эмалью такой. Я чувствую под ногами эмаль и чувствую, как вода, холодная, горячая, трепежит по моим ножкам, например. То есть, что я вижу, что я слышу. Я слышу, как льётся из крана, из дождика вода. Я слышу, ну, то есть звуки, да, которые я говорила тоже. Что я чувствую. То есть, вот, значит, что я вижу, что я слышу, что я чувствую, как что меня окружает. Вот, что со мной сейчас происходит. Какой аромат я сейчас чувствую. Аромат там какого-то мыла ручной работы, который я сама там варю, да. Аромат там какого-то вкуснейшего геля для душа, какого-то парфюма. Какой аромат я чувствую. Там, допустим, машинка стиральная аромат порошка отдаёт, да. Вот, всё так прочувствуем и тихонечко с неба приземляемся на землю. Отличное упражнение. И также, это было первое. И второе. Не зацикливаемся на симптоме. Как только начинает вот это вот. А вот это что-то вот такое нереальное. А вот это вот что-то, вот это сон какой-то непонятный. Может, я сойду с ума. А может, я уже сошла с ума. А что-то вот такое какое-то нереальное, да. Ходим, трогаем. Нереальное. Как-то нереально, да. Но трогаем. Но мы же чувствуем, что вот я могу потрогать, например, дверь на балконе вот сейчас, да. Я же чувствую, что она холодная, что она пластмассовая, что ручка её железная, да. Не зацикливаемся на этой защите, не зацикливаемся на этом состоянии. Вот так вот всё себе конкретненько объясняем. Итак, я вижу сейчас, что ручка моя белая, она холодная, она железная, покрыта эмалью белой, да. Что я слышу? Сейчас вот там мой папа кашляет, например, что я ещё слышу, там, как штора шелестит, как часы тикают. Что я ещё слышу? Прислушиваемся, да, что я ощущаю, я ощущаю, так, шлейки на бюстгалтере, так, что ощущаю, что на мне платье, что на мне леггинсы, там, или носки, там, что я ещё, у меня колечко на пальце, да. Что я ещё там чувствую? Так, батареи греют, батареи греют. Какие они? Они такие чугунные батареи, такие горячие. Да, мне жарко, да. Так. Что меня окружают? Я одна в комнате, меня окружают растения, растения, их надо полить уже, пора полить. То есть вот так вот смотрим. Я примерно показала, я надеюсь, что вам всё это ясно, да, и понятно будет. Напишите просто в комментариях, понятно ли я объясняю, да. И напишите, пожалуйста, свои истории. Будет очень интересно почитать, выйти с вами на обратную связь, как вы выходили с этого симптома, либо что вы сейчас ощущаете, да, что в вашей жизни сейчас происходит. Так, и не зацикливаемся на этом симптоме, не зацикливаемся, не берём его как за важную часть, это всего лишь симптом. Развеем, это всего лишь симптом, это всего лишь симптом. Обращаемся к психологам, к психотерапевтам, к специалистам, работаем, да, над глубинными причинами. Всё, спасибо, что меня посмотрели. Подписывайтесь на канал, если вам это интересно. И всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok